Если я уверен, что здесь люди, которые приехали с Украины, мы все прекрасно понимаем, это остается достаточно распространенной темой, она как бы не сходит с уст большинства из нас, как бы адвокатов и людей, разумеется. В большинстве случаев люди, которые приезжают сюда, они сядут на паролях. Но это не значит, что нет ситуации у вас, когда вы можете приехать с Украины, и есть люди, которые приезжают с Украины, они подают на политическое убежище. Разумеется, такие кейсы есть, потому что, как я всегда говорю, при всем моей любви к Украине и моем сожалению, то, что там происходит, тем не менее, там есть определенного рода свои проблемы, такие как коррупция и так далее. И приезжают люди, которые абсолютно после того, как мы их анализируем, мы понимаем, что эти люди имеют право подать на политическое убежище. Объясню, почему это важно. Потому что, если это ваша ситуация, и вы подали на политическое убежище, или планируете подать на политическое убежище, не пользуйтесь тогда программой репароль, не продлевайте себе статус. Почему? Потому что ваша задача заключается быть в состоянии, мы должны разделять эти две вещи. Потому что, если вы подаете на политическое убежище, вы должны обеспечить себе все шансы для того, чтобы вы могли отработать ваш кейс. То есть, что это означает? Первая ваша инстанция, это будет прохождение интервью, но потом, если вдруг по какой-то причине вы не выиграете свое интервью, вы должны быть в состоянии попасть в миграционный суд. Не получаясь там, вы сможете выиграть в миграционном суде. Если вы находитесь сегодня, если это ваша ситуация, не подавайте на репароль, потому что вы попадете, вы продлите себе легальный статус. И если вдруг, находясь на этом легальном статусе, вас вызовут на интервью, вам проведут интервью, если, не дай бог, вы это интервью не выиграете, ваше дело закроется, потому что на момент прохождения интервью вы были в легальном статусе. Этого делать не надо. Если вы знаете, что вы идете по политическому убежищу, не продлевайтесь и просто ждите назначения вашего интервью. И все. У вас будет статус, у вас будет право на работу. Вы в любом случае не останетесь без права на работу. Все те люди, кто подают право на работу по репаролю, не волнуйтесь, вы получите свое право на работу через поданную вами 589 форму. Поэтому вот этот момент очень важный. И еще один момент, я об этом тоже все время кричу. Для тех, кто находится на сегодняшний день в суде из Украины, я уже в нескольких судах замечал такую ситуацию, когда суд присылает бумагу, такая стандартная бумажка, и они пишут там, что мы собираемся этот кейс снять с календаря. Вот у меня в Чикаго недавно такая ситуация была. Мы снимем этот кейс с календаря, и они помечают галочкой там одну коробку, где написано, что... Потому что ответчик либо находится на ТПС, либо может встать на ТПС. И вот этот я тоже всегда вас предупреждаю. Если это ваша ситуация, не проглядите данные бумаги, потому что нужно подсообщить суд, сообщить суд о том, что вас это не интересует. Я не знаю, я не могу сказать, ответить за все суды, может какие-то суды могут не обратить на это внимание, или все равно сделать свое. Но у меня были в нескольких судах такие ситуации, когда я отправлял бумагу в суд и говорил, что нас не интересует ТПС, потому что ТПС это временная защита. Это разные вещи, мы подаем на политическое убежище, и человеку, беря во внимание ту ситуацию в стране, которая с ним произошла, ТПС нас не устраивает, нам нужна постоянная защита. И это срабатывало. Поэтому это тоже еще один такой аспект, который, будьте внимательны.